Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 10 тура Ла Лиги Барселона Реал. Встречаются седьмая и вторая команды текущего сезона. Это первая Эль Классика этого сезона. Дядь Юра в этом сезоне прогнозы на Ла Лигу не дает, но мимо Эль Классика он пройти не может. В предыдущем туре Барселона выиграла 3-1 у Валенсии, сумела отыграться после гола, который пропустила уже на пятой минуте матча. Но во втором тайме при счете 2-1 у Валенсии было два реальных момента, чтобы забить один раз за каталонцев сыграла штанга, а во втором моменте выручил Терштеген. Третий гол Барса забила уже под самый финальный свисток, сняв все вопросы о победителе. Мадридский Реал после фиаско с Шерифом наступил на те же грабли, проиграв с таким же счетом 1-2 на этот раз Испаньолу. Но здесь уже у Реала дела были повеселей. Если Шерифу сливочной сумели забить только с пенальти, то Испаньолу забили с игры, причем аж три раза. Однако два из офсайда. Очные матчи. В последних десятиочных матчах у Барселоны 4 победы при трех поражениях и трех ничьих. Шесть из десяти последних матчей были на тотал больше, поровну на обе забьют да-нет. Последний тревочный матч выиграл Реал. Барселона без побед над Реалом в последних трех домашних матчах. В среде недели обе команды играли свои матчи в Лиге Чемпионов. Интересно, что оба матча были с украинскими клубами. Барселона натужно обыграла дома киевская Динамо благодаря лишь голове Тирана Пике, который откликнулся на фланговый навес на 37-й минуте матча. Сильно много моментов каталонцы не создали, но правда и у Киева больших шансов на гол также не было. Реал пополно оттянулся в Киеве за два поражения от Шахтюра в минувшем сезоне. Гости что хотели, то и творили. И счет 0-5 далеко еще не самый худший исход для гордяков в той игре. В последнее время Реал удачно играет против Барселоны. Да и сейчас особых предпосылок в пользу каталонского клуба что-то не видно. Если исходить из той игры, которую демонстрируют команды в этом сезоне. У Барса неплохой подбор игроков, но вот слаженного ансамбля пока нет. В Реале дела в плане командной игры на порядок лучше обстоят. Если у каталонцев лишь изредка проскакивают осмысленные действия в атаке, то у Реала с этим аспектом все в порядке. Другое дело, что иногда не везет. Но учитывая то обстоятельство, что в обороне каталонцы никогда сильны и не были, а Трештеген не может выручать постоянно, можно ожидать, что здесь гости хотя бы на пару голов точно сообразить сумеют. Скорее всего забьет и Барселона, у которой есть кому забивать. В Норбе здесь можно ждать что-то в районе от 1-2 до 2-3, а может даже и больше. Шансов у хозяев выиграть матч немного. В лучшем случае каталонцы могут зацепить ничью. Победа возможна, если у Реала снова будет парочка голов из офсайдов, а Трештеген совместно с каркасом своих ворот снова будет творить чудеса. Но на это рассчитывать в каждом матче нельзя. Из связки тотал больше 2,5 обе забьют до победа гостей. Самый высокий коэффициент стоит на победу гостей 2,55. На тотал больше 1,68, но обе забьют до 1,53. Пожалуй, на роль самого ожидаемого варианта здесь можно отродить х2 за 1,53. Но не видно, за счет чего нынешняя Барселона может обыграть нынешний Реал, если Фортуна не будет играть за ту или иную команду. Вариант с обе забьют до имеет такой же коэффициент и также смотрится вполне респектабельно, но если играть на таких невысоких коэффициентах, то лучше уж брать х2, поскольку это выбор 2 из 3. На роль оптимального варианта можно взять скромный 1,68 на тотал больше 2,5. Но должны бы здесь команды пробить планочку в 2 гола. Как правило, Барса и Реал играют в серийно-результативные матчи. После длинной низовой очной серии последние две очные игры были на тотал больше, поэтому можно ожидать, что и ближайшие пару игр также будут забивными. В качестве доходного варианта здесь можно взять чистую победу Реала за неплохие 2,55. Как ни крути, но сливочные сейчас получше выглядят своих оппонентов, да еще и в атаке. Похоже, у них все наладилось. Бензема так вообще феерит в каждом матче. Видно, что команда играет на кураже, и остановить такой Реал будет очень сложно. Опять же, если за синие гранатовых не подпишется Фортуна. Фанатам Барселоны, наверное, стоит в лучшем случае рассчитывать на ничью. На ничью стоит высокий коэффициент, можно поставить, в принципе, и на ничью. Но шансы все же на победу Реала чуть выше. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok